Здравствуйте! В эфире программа на женской половине. Я, Ирина Бреусова. Все знают, что человек долго может смотреть на три вещи – огонь, воду и на то, как работают другие люди. Но для сильной половины человечества в этом списке есть ещё один пункт – красивая женщина. Именно мужчинам природой дано понять и оценить женскую красоту, которая во все времена восхищала и вдохновляла. Древняя истина о том, что мужчина любит глазами, всегда была верна и сегодня вряд ли требует доказательств. Но помимо физиологических параметров красоты, таких как грудь, талия, ноги, бёдра, волосы, мужчины выделяют женственность, мудрость, ухоженность. Что же такое красота с точки зрения косметологии и дерматологии? И что значит ухоженная женщина? Об этом мы сегодня поговорим с врачом-косметологом-дерматологом Ириной Арбатской и врачом-терапевтом-косметологом-дерматологом Анной Селиверстовой. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами будем говорить о красоте. Испокон веков женщина всегда хотела оставаться долго-долго молодой и красивой. Понятие красоты относительно, да, мы все это прекрасно понимаем. Мы знаем, что кому-то нравятся полненькие женщины, кому-то нравятся худенькие, кому-то тёмненькие, кому-то светленькие. Но вот меня интересует такой вопрос. Что такое красота с точки зрения врачей, косметологов и дерматологов? Прежде всего, красота – это физическое здоровье, душевное и эмоциональное. И отсутствие дефектов покровных тканей. Это могут быть высыпания, морщины, сухая кожа, шелушение, сосудистый рисунок. И с этими проблемами часто обращаются к нам пациенты. Есть такое вот заболевание, называется оно акне. Оно достаточно популярно и достаточно часто тревожит женщин, да? Вот что это такое и, в общем-то, на основе чего оно возникает? И можно ли с ним вообще бороться? На самом деле акне тревожит не только женщин, но и молодые люди в подростковом возрасте очень часто сталкиваются с такой проблемой, как акне. А это гиперпродукция кожаного сала, сальными железами, секреты кожаного сала. В основном акне начинает появляться у людей подросткового периода с изменениями гормонального фона. Но также бывают и поздние акне, чаще у женщин. Конечно, всех беспокоит эта проблема высыпания на лице, акне, пустула и папула на личике. Но с этим можно бороться, это можно лечить. Останавливаемся. Мы сейчас дали такие вот чисто медицинские термины, да? Объясните, пожалуйста, что это такое папула и пустула? Пустула, да. Это высыпания на лице. Многие считают и называют их чёрными точками. Чёрные точки – это наши открытые комедоны, то есть наше кожное сало. Акне – это тёмное, это не грязь, как многие считают, потому что часто приходят и говорят, у меня грязное лицо. Нет, это окисленный меланин, наш пигмент. И есть закрытые подкожные комедоны, которые могут воспаляться, так как кожное сало – это самая лучшая среда для наших микробов, пропионобактериум акне. В воспалении это есть пустула, они могут быть красными, гнойными, гнойничковыми. А вот скажите, акне вообще лечится, и остаётся ли потом следы после этого заболевания? К сожалению, очень часто остаются постакне, рубчики после проходящего же острой фазы заболевания и гиперпигментация постакне. Лечится и последствия, но лучше, конечно, профилактировать, не допускать того, чтобы оставались постакне. Для этого нужно заниматься и любить свою кожу. Вот, любить свою кожу. Любить свою кожу. Что такое кожа с точки зрения дерматолога? Как к ней нужно относиться? Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Поэтому он выполняет огромное количество функций и несёт на себе большую ответственность за сохранение гомеостаза органов и систем. Поэтому за кожей нужно ухаживать тщательно и серьёзно с самого детства. И очень хорошо, когда родители прививают гигиену ухода за кожей с подросткового возраста. То есть это должно быть традицией, да, Ирина? Не так вот вдруг 30 настало, я увидела, что стала стареть и решила за собой ухаживать. Подростки, поскольку акне – это генетически предрасположенное заболевание, передаётся по наследству, то предотвратить это заболевание легче, чем потом его лечить. И об этом должны знать родители и педиатры, которые осматривают кожные покровы подростков, и рассказать об этом заболевании. И тогда не придётся лечиться от воспалительных элементов уже во взрослом состоянии. То есть получается, в общем, самое главное – это гигиена. Моя пациентка недавно мне сказала такую замечательную фразу «Красота начинается с чистоты». Это действительно слова пациентки. И чистота – это гигиена, это уход, очищение, тонизация, увлажнение кожи. Это те три кита, на которых стоит и основана красота и здоровье нашей кожи, которые милые женщины, мамы должны прививать своим детям с самого-самого раннего детского периода. Ещё один бич, который буквально ранит в самое сердце женщин – это морщины, которые появляются, ну, наверное, после 30-ти. Как с ними бороться? Расскажите, пожалуйста. Для того, чтобы морщинки не возникли в 25 лет от сухости кожи, от неправильных гигиенических мероприятий, которые женщины выполняют, то нужно обратиться в первую очередь к специалисту, который порекомендует средства, улучшающие барьерную функцию кожи, влагоудерживающую функцию кожи. Потому что морщинки не всегда связаны с изменениями, происходящими в дерме. Вот то, что происходит, возрастные морщинки. Часто покровные ткани покрываются сетью мелких морщинок вследствие неправильного ухода или неправильного образа жизни. Поэтому специалист, он всегда выберет те средства и методы ухода, которые подойдут индивидуально той или иной девушке. Индивидуально, самое главное. Рационально, с учетом ее особенностей, симптомов, клинических проявлений. В этом и заключается профессионализм косметолога, что не модно. Всех под одну гребенку. Модно, допустим, сегодня гиалуроновая кислота. И вот ее все подряд. Да, поскольку она там хорошо популяризирована, то и женщины, используя этот препарат или с содержанием ингредиентов этого препарата, не всегда могут улучшить внешнюю привлекательность. Потому что есть очень много ингредиентов, составляющих кремы и лосьоны, которые будут индивидуально подходить по не то что типу кожи, а по особенностям проявлений. Антиоксиданты. О них, говорят, замедляют процесс старения кожи. Именно поэтому стремление быть вечно молодой заставляет нас скупать в аптеках и отделах косметики многочисленные баночки, содержащие эти волшебные вещества. Конечно, лучше насыщать свой организм антиоксидантами как снаружи, так и изнутри, то есть при помощи продуктов питания. Известно, что большое количество антиоксидантов содержится в овощах, фруктах и ягодах темного цвета, в свекле, винограде, клубнике, гранате, перце, томатах. Но не стоит забывать и о зеленом чае. У него первое место по количеству антиоксидантов. От чего, от каких факторов зависит красота и молодость кожи? Всегда ли это зависит только от наследственных каких-то факторов? И какие женщины чаще всего долго остаются молодыми, ну, в общем-то, не применяя какие-то там особенные процедуры? Конечно, наследственность играет большую роль в состоянии кожи, в состоянии здоровья человека. Это один из очень важных факторов. Но также, если глаза – это зеркало души, то кожа – это зеркало отражения наших внутренних органов. Мы должны заботиться, следить о своем здоровье не только снаружи, но и изнутри. Поэтому нам нужно научиться полюбить себя и научиться хоть 10 минут в день расслабляться и гармонизировать свое состояние. Мужчины, наряду с физиологическими факторами красоты, которые они вот видят у женщин, ну, это грудь, талия, ноги длинные, волосы красивые и так далее, они выделяют и внутренние качества – женственность, мудрость, и еще отмечают такое качество, как ухоженность. Вот скажите, пожалуйста, вы, как врачи, косметологи, дерматологи, как вы можете прокомментировать это понятие? Что значит ухоженная женщина? Ухоженность – это всегда в первую очередь сигналы привлекательности. На что люди часто всего обращают внимание – это на цвет лица. Цвет лица должен быть ровным, сияющим, матовым. Отсутствие дефектов на коже, высыпания, рубчики, отсутствие этих симптомов и является признаками ухоженности. Еще в глубокой древности, во времена язычников, существовали определенные нормы красоты. Одним из таких являлось божество семейного очага и плодородия, которое изображалось в виде женщины с весьма пышными формами. В Древнем Египте к фигуре женщины предъявлялись особые требования. Стройность была главным составляющим этих требований. Эталоном женской красоты в то время был образ стройной женщины с крупными глазами, преимущественно зеленого цвета, и пухлыми губами. В Греции воспевалась женская красота, которая была эталоном в лице богини любви Афродиты. Отличительными особенностями красоты греческой были особые формы лица, большие глаза и прямой нос, а также особые пропорции в фигуре. Эпоха рыцарства и поклонения женской красоте. Проведенная параллель между цветком розы и женщиной обусловила появление почитания женской хрупкости, нежности и изящности. Пышные формы остались не у дел. Эпоха Возрождения вернула пышную красоту фавориты. Именно эта эпоха вознесла на пьедестал почета пышные женские формы, выставив их, так сказать, на всеобщее обозрение с полотнами Тициана, Рубинса и других великих мастеров. Вторая половина XVIII века принесла в Европу новое веяние и моду на прическе. В это время постепенно происходит переход от почитания крупных женских форм к стройным и изящным. В следующем веке, веке аристократии, эта позиция усилилась, и в моду вошли изящность женской фигуры, тонкая талия и белое лицо. А что же в нашем веке? Меняются взгляды, нормы и правила, меняются так быстро, что уследить за ними становится практически невозможно. Именно этим можно объяснить отсутствие в наше время идеала или эталона женской красоты. Но важно помнить, что красота – есть понятие не общее, а индивидуальное – в лице каждой женщины. Вы знаете, врачи говорят о том, не только диетологи, между прочим, что всё, что мы едим, то есть то, что мы едим, отражается на нашей внешности, на нашей коже. Так ли это? Вы подтверждаете? Я бы не так сформулировала эту фразу, не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. Потому что кожа, она является производной тех продуктов, из чего строятся белки. И для того, чтобы кожа была здоровой, нужно правильный обмен веществ. Вот этот обмен веществ, он как раз зависит от нашего питания. И питание должно быть сбалансировано по составу белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Но используя или употребляя в пищу даже сбалансированное питание, усвояемость пищи будет зависеть от состояния гипотабилиарной системы. Это что такое? Поэтому гипотабилиарная система – это система пищеварения. Как работают ферменты, что они усваивают, что всасывается, как работает система крово-лимфообращения, какие питательные вещества будут являться строительным материалом для кожи. Итак, ещё раз об осени. Осень, холодная пора, ноябрь, ветры, первые морозы и так далее. Всё это для нашей кожи, конечно же, плохо. Скажите, пожалуйста, как уберечь кожу от этих неприятных факторов погодных? Что нужно делать и какие кремы нужно использовать с какими составляющими для того, чтобы защитить свою кожу от всяких разных дерматитов, от шелушения, потрескивания и так далее? Мы уже говорили, что очищение, тонизация и увлажнение – это три кита для ухода за кожей. Очищающие средства не должны содержать спирта, так как они нарушают нашу водно-липидную мантию. Тоники также не должны содержать спирта, агрессивных веществ. И увлажняющие крема, которые содержат гиалуроновую кислоту. Очень часто женщины думают, что в холодное время года мы не должны использовать увлажняющий крем. Потому что все переживают увлажняющий крем вдруг осенью, когда дует ветер. Ни в коем случае считают, что нельзя использовать. Думать питательный. Это неправильно. Кстати, чем питательный отличается от увлажняющего? Вот путаница. Кожа. Чем питательный отличается от увлажняющего крема? Я даже знаю, очень многие женщины питательный используют в холодное время, увлажняющий – в жаркое время. Ну, сами понимаете, почему, да? Чем отличаются эти кремы? Ну, понятие питательного крема предполагается, что кожа должна питаться какими-то полезными веществами. Но кожа не питается снаружи, она всегда питается изнутри теми веществами, которые поступают через сосудистую систему. Поэтому лучше сказать, что не питательные, а защитные. Потому что в первую очередь кожа выполняет защитную функцию. И к защитным кремам относятся вот в осенний период вещества, которые замечательно удерживают влагу внутри эпидермиса, но они еще и восстанавливают барьерную функцию. Это белки, жирные масла, полиненасыщенные жирные кислоты, такие как масло шиповника, масло карите, масло сезама, которые прекрасно увлажняют кожу и делают ее гладкой, ровной, потянутой, и не дают метеорологическим факторам повредить эпидермис. Самое главное, что крем нужно наносить за 20 минут, как минимум, до выхода на улицу. Только тогда... Как минимум. Как минимум, да. А лучше еще больше времени экспозиции, чтобы прошло. А только тогда у нас влага не будет испаряться, а будет удерживаться на коже. Мы говорили с вами о том, что красота – это все-таки гармония, да. И в самом начале программы вы, Ирина, сказали, что красота, она предполагает все-таки внутренние качества человека, да, и внешние, то есть сочетание такое. Скажите, пожалуйста, к вам приходит большое количество самых разных женщин. Как характер женщины, ее настроение отражается на ее внешности? Ну, мы уже говорили, что наши морщинки – это наш характер отражает. Конечно, если женщина в состоянии хронического стресса, напряженная, то и процессы обмена веществ у женщины проходят хуже. Сосуды в постоянном спазме находятся. А наша кожа требует питания изнутри, как уже сказала Ирина. А это питание как раз-таки идет по капиллярам, по микроциркультурному руслу. Если мы постоянно напряжены в хроническом стрессе, то наш организм вырабатывает большое количество катехоламинов. Это гормоны стресса, которые сужают наши сосуды. Цвет лица становится серым. Питание кожи изнутри нарушается. Появляются проблемы с сосудами, появляются сосудистые звездочки на лице, телеангиоэктазии. И сама женщина, если она не настроена, не открыта этому миру, не расслаблена, то что бы мы ни делали снаружи… То есть, в общем, злой женщине, сколько ни наноси этого крема, сколько ни делай процедур, она все равно будет стареть быстрее и будет выглядеть хуже. Чем добрая. Добрая, позитивная, открытая. Открытая, яркая, веселая. И наша работа – это не только работа с лицом и с кожей, но очень часто мы еще выступаем как психотерапевты. Я думаю, что Ирина не даст соврать, потому что в первую очередь мы должны настроить женщину на то, чтобы она полюбила сама себя. Я бы порекомендовала женщинам всегда быть индивидуальной и не подстраиваться под желание своего окружения, потому что жизнь одна, и окружение, оно меняется. И какие еще запросы оно будет требовать от женщины, всегда нужно эту красоту чувствовать самой. Ну и, конечно, специалист всегда поможет разобраться и порекомендовать персонально для той или иной пациентки. О красоте женской можно говорить совершенно долго, и это такая безграничная тема. Но мы, к сожалению, должны заканчивать программу, и я хочу задать такой вопрос. Старость – такая штука, которая все-таки неумолимо приближается. Но хочется стареть красиво практически каждой женщине. Вот скажите, пожалуйста, что значит стареть красиво? Следить за своим здоровьем, потому что… За своим настроением. Потому что внешняя привлекательность кожи – это гормонозависимый орган. Поэтому посещать гинеколога-эндокринолога нужно не реже, чем один раз в полгода. Потому что с возрастом, при снижении гормонов, это все отражается, безусловно, на состоянии кожи и на внешней привлекательности, в том числе и на фигуре. Вот это нужно каждой женщине помнить обязательно, потому что замечательно ходить к косметологу, выполнять все рекомендации. Но если все органы и системы не будут сбалансированы, то и будут симптомы, которые будут мешать наслаждаться жизнью. Стареть красиво, все-таки стареть соответствующе, адекватно своему возрасту. Не надо стремиться в 50 выглядеть на 18. Можно быть прекрасной, самодостаточной женщиной и выглядеть на свои 45, может быть. И не стараться переделать себя, полюбить себя в первую очередь, полюбить косметологу, которому вы ходите, полюбить свою семью, полюбить окружающий мир. Конечно же, заботиться о себе. И тогда мы будем и стареть красиво, не только стареть, но и не увидать, быть бодрым молодым душой. Спасибо вам огромное. Удачи вам, успехов, хороших вам добрых и веселых пациентов и новых открытий в индустрии красоты. Спасибо вам. Что же такое женская красота? Вроде бы простой вопрос, а вроде бы и сложный. И сколько бы мы ни говорили о том, какими должны быть грудь, талия, бедра, ноги, разрез глаз, длина волос, каким кремом пользоваться, мы обязательно придем к тому, что красота – это все-таки сочетание внешних и внутренних качеств женщины. Вряд ли злая, мстительная, завистливая женщина может быть красивой. На самом деле формула женской красоты известна уже давно. Еще древний мыслитель Аристотель знал, что секрет женского очарования и привлекательности заключен в гармонии. Именно гармония сделает красоту не страшной, а прекрасной силой. А женщины, которые знают этот секрет и в 60, и в 75, и в 80, красивы, привлекательны, очаровательны, имеют массу поклонников и почитателей. Красота – это в первую очередь здоровье души и тела. И именно эта красота спасет мир. Любите и берегите себя. Это была программа на женской половине. Всего вам самого доброго!